Сдание добровольного общества содействия армии, авиации и флоту почти полвека. Здесь дети и подростки проходят начальную военную подготовку по основным направлениям. Сборка и разборка автомата, стрельба и медицина. Ну а ключевой была и остается подготовка будущих специалистов связи. Вот уже 45 лет эти стены не видели ремонта. Штукатурка сыпалась, а паркет буквально ходил под ногами. Отопления и вовсе не было, поэтому зимой столбик термометра опускался до 12 градусов Цельсия. В ситуацию вмешалось правительство области во главе с губернатором Алексеем Русских, по поручению которого с марта текущего года начали ремонт. А самое главное – дали тепло. Мы очень благодарны губернатору за его постоянную, так сказать, заботу о ДОСАФ, за то, что обратил на нас серьезнейшее внимание. Мы благодарим Черепана Александра Яковлевича, Камека Владимира Николаевича. С их помощью построено газовое отопление, которое дало возможность работать в объединенной технической школе в полном объеме. В планах на ближайшее будущее отремонтировать третий и четвертый этажи, а также доделать входную группу. Руководство полагает, что уже к концу года все поставленные цели будут достигнуты. А ученики, в свою очередь, смогут обучаться дисциплинам школы не только в обновленных помещениях, но и на новом оборудовании, среди которого многофункциональные радиостанции и новейшие квадрокоптеры. Вся новая техника была преподнесена школе ДОСАФ в дар местными меценатами. Сейчас это новейшее оборудование, 23-й год, только сегодня получили, разложили. Ну, естественно, это нам подарили люди добрые, будем так говорить. И, ну, это большой подспорь, очень большой подспорь, потому что сейчас уже сейчас в войсках вот такое, а у нас до этого не было. Стоит отметить, что 20% всех связистов по стране, подготовленных для вооруженных сил, выпускает именно Ульяновская школа ДОСАФ. Вопросы реализации ремонта и открытия нового класса по подготовке по беспилотным технологиям обсудили на встрече губернатора области с председателем Центрального совета ДОСАФ России Александром Калмаковым. Мы, например, отмечаем стабилизацию положения дел в региональном отделении Ульяновской области по многим вопросам. Мы знаем, насколько внимательно лично вы относитесь к решению проблем, которые решили. В непростое наше время ДОСАФ России предпринимает усилия, чтобы с учетом опыта сегодня реализовывать эти уроки, выводы в деятельности нашей организации. И, конечно, хотим сделать еще больше по территориям субъектов. Будущий телеграфист Даниил, получив среднее специальное образование по направлению банковское дело, понял, что тяготеет все-таки к аппаратуре, применяемой в воинских частях. Поэтому решил пойти по стопам отца и стать еще одним связистом с семьей. В скором времени парня ждет срочная служба, где всю теоретическую часть изученного материала, в том числе и азбуку Морзе, он сможет применить на практике. Конечно, азбуку Морзе мы выучили не до конца, но процесс очень быстро идет, и я считаю, что мы уже вот-вот и все ее выучим. А сколько вы ее учили? Ну, учили мы ее, наверное, месяц. И в целом, даже вот несмотря на то, что выучим всего 8 букв, уже идет темп наращивания по каждому, ну, каждое занятие, мы изучаем все больше и больше букв, и в следствии легче запоминаем, уже хорошо ориентируемся. С нового учебного года школа ДОСАФ откроет свои двери и примет очередной курс ребят, которые в течение 6 месяцев будут получать знания по военным дисциплинам.